Привет, парни! Привет, мужчины! Это Самудра Прэм из пробужденной психологии. И сейчас я вам расскажу о том, что это значит участвовать в мужской группе. У нас будет курс, который будет называться «Пробужденный мужчина», потому что это то, что сейчас нужно, чтобы мы проснулись из вот этого сна нашей коллективной обусловленности. Нас учили тому, что для того, чтобы быть мужчиной, нужно отрезать свои чувства, нужно быть конкурирующим, нужно соревноваться с другими мужчинами. Да, этому тоже место есть. Понятно, мы можем чувствовать нашу мужскую силу, соревнуясь с другими мужчинами, но жить не только про это, не только про борьбу, про отстаивание себя или пытаться кому-то что-то доказать. Мы должны спросить себя, кто мы? Что значит по-настоящему быть мужчиной? Кто мне скажет, как мне, как мужчине нужно жить? Могу я сам найти свою правду? Могу я задавать этот вопрос, кто я такой, как мужчина, и найти свою внутреннюю природу? Могу ли я сам быть хозяином своей жизни? Это также значит освоить то, что такое быть мужчиной. Я знаю, что такое быть мужчиной, но не имеет нужный способ. Да, мне тоже нравится в силке мужские делать вещи, смотреть спорт, водить машину, утрахать свою женщину. Мне это очень нравится делать. Но для меня мужские энергии – это не только про это. Для меня это про то, чтобы иметь мужество столкнуться лицом к лицу со своей правдой. И вот в этом замечательная вещь про естественные мужские энергии – иметь смелость встретиться лицом к лицу с реальностью. Мы можем сделать это в одиночку, но гораздо больше поддержки мы получаем. Когда у нас вот такая группа есть мужской круг, братство, в котором мы друг друга поддерживаем, мы стараемся помочь друг другу пробудиться от этого коллективного сна. О том, что мужчины жестокие и мужчины соревновательные, и что мужчины – это охотники, что мужчины – это бизнесмены. Мы гораздо больше, чем это. Мы должны посмотреть на нашу обусловленность, которая пришла от общества, от других мужчин, и от наших отцов, и наших матерей. Потому что наша материна тоже ее идеи какие-то нам вложила о том, что значит быть мужчиной. И очень часто обусловленность нашей матери, она не исполняет нам быть мужчиной. Мы встретимся как группа особенных мужчин. Будем помогать друг другу, как братья, пробудиться и найти наши природные мужские качества. И мы также поработаем с архетипами. Архетипы помогут нам помочь, что естественно, а что обусловлено. Потому что у нас столько посланий о том, ты должен быть таким, ты должен быть сяким. Но вот я хочу найти, и может вы тоже хотите найти, кто вы на самом деле. Можете вы быть хозяином своей собственной жизни. И это значит, что у вас должна быть способность показать вашу правду. То включать в себя, показать свои эмоции, показать свою уязвимость, свои страхи, свои слабости. Мы, мужчины, мы стараемся быть сильными, но вот стараясь быть сильными, мы не честны сами с собой, с тем, кем мы являемся. И сама попытка, сама то, что мы пытаемся быть сильными, делая их слабыми. А если мы расслабимся, позволим нашу уязвимость, мы покажем ее, что да, у меня тоже, мне страшно и это нормально. Я мужчина, у меня чувства и это нормально. Мы можем поддержать друг друга, чтобы проснуться от этого ужасного коллективного обусловливания, которое рассказывает нам, какими мужчины должны быть. И мы можем найти для себя, что значит быть пробужденным мужчиной. Приглашаю вас в это замечательное приключение. Давайте сделаем это вместе.